привет буквально две минуточки тогда подождем чтобы присоединились вот ребят я вам хочу еще сказать по закрытому клубу по закрытому клубу пожалуйста кто будет присоединяться и кидайте чеки прям в директ закрытого клуба потому что мне правда я сегодня начала разбирать уже второй раз их я я мне так не нравится разбирать вот эту вот оплату которую по директор попам вернее по клубу я начала разбирать у меня где-то чеки в этом в одном инстаграме потом в лавруме потом в двух школах в телеграме в ватсапе эфир идет я поняла в на почте в школе поэтому я просто физических не могу пересмотреть все поэтому ребят кто подписывается кто продляет пожалуйста скидывайте в директ школы прямо лаврума вот там будет мне удобнее чтобы я сразу чик-чик-чик-чик-чик пометила и все поэтому кто еще не присоединился к нам у вас есть каждый вы можете присоединиться в любой момент можете нас наверстать можете идти по своему пути потому что у нас все записи в закрытом клубе есть и у нас сегодняшнего дня начался учиться вчерашнего дня начался марафон то есть завтра завтра мы заходим на сухие дни вот поэтому кто хочет присоединиться то мы будем только рады этого присоединяйтесь а кому уже этого мало кто хочет уже более глубинных проработок и более индивидуально потому что в клубе нас народу много конечно же кто хочет более индивидуальные проработки то уже конечно это на марафон на другой уже на марафон возможности меня который будет который будет 29 стартует присоединяйтесь туда но и конечно если там совсем индивидуально то это уже тоже можно будет писать билет вот ребятки у нас сегодня тема лариса нет ларочка если ты здесь пожалуйста дай знать потому что это ты заказывала прям вот этот эфир эфир про у нас будет сегодня тема ревматоидный артрит что такое ревматоидный артрит как я его вижу как я вижу эти состояния почему они у вас происходят что такое ревматоидный артрит во первых ревматоидный артрит это это тот процесс когда ваш организм настраивается на саморазрушение настраивается на саморазрушение которое убивает себя у вас у вас наверно в большей степени появляется вот алекситимия это когда когда вы не не можете не слышать свое тело уже когда вы его задвигаете на задний план на другой план уже у вас какие-то свои установки идут и вы уже не слышите тело ревматоидный артрит это это как раз у тех людей у которых ярко выражены у мужчин женские черты лица лица женские черты у женщин мужские то есть это такие женщины которые все то тянут на себе это те женщины которые если даже им говорит что там давай может быть я как вы там вот я я могу на нет вот я все сама и она может ночью в подушку плакать она может понимать что это как бы не ее ноша но отказаться от этого она не может она перед самой собой этого не может отказаться и вот эти вот это не столько мужские черты ли не столько мужской характер да мужские вот эти вот волевые какие-то черты характера а наверное что она вот всю жизнь себе доказывает что это так это правильно я могу я смогу вот я здесь буду 1 я там буду первой это маскировка слабости я бы так сказала да это никогда женщина действительно может никогда мужчина мужчина действительно хочет чувствовать более чувственным быть это именно маскировка слабости то есть когда женщина слабая она не может этого уже делать она не хочет этого уже делать у нее нет ни ресурсов ни сил у нее нет каких-то даже желания этого делать но она вас маскирует это вот это вот маскировка как раз она маскировка слабости ведет потом к чувству вины что вот я же могла это сделать но почему-то не сделала вот я же могла вот это вот это вот исправить вот это вот добавить вот здесь вот ларисточка наконец-то ты присоединилась сначала посмотришь еще раз говорю что ревматоидный артрит это когда организм настроен на саморазрушение который настроен на на убивание себя на убивание себя потому что устал от такой жизни когда же у женщины ярко выражены черты характера женские когда женщина уже не что-то не хочет что-то не может делать что-то не понимаешь то ей некомфортно мужчина когда настолько вот он внутри сильный он понимает что ему где-то нужно расслабиться но он по себе не такой он начинает он начинает проявлять какие-то наигранные наигранную нежность наигранную там какой-то легкость наигранное еще что-то это маскировка это маскировка вашей слабости это маскировка маскировка тех моментов которые ты не хочешь показывать кому-то ты считаешь что это неправильно тебя не так воспитывали тебя не так тебе не то говорили маскировка слабости это всегда чувство вины маскировка слабости вызывает чувство вины я же могла это дожать я же могла это сделать я могла ему позвонить я мог ей написать я мог это сам сделать сама сделать доделать переделать все что угодно и потом начинает человек потихонечку себя грызть и что я сделал не так вот я же вроде вот так вот пытался все время и вот все время в надрыве вся жизнь в надрыве это ревматоидный артрит он никогда у вас не отступит пока вы не проработаете свою психику но не только психику конечно же мы же говорим еще и про нужно менять я сейчас в закрытом клубе как раз был эфир у ребят я как раз говорила что невозможно чем-то одним убрать какую-то болезнь невозможно чем-то одним от нее избавиться то есть смертельной болезни не бывает смертельная бывает только смерть все что связано с нашими болезнями это нам тело дает сигнал болезнь это сигнал умеем мы его распознать выходим на новый уровень не умеем мы его распознать не умеем мы его проработать то тогда уже печальные результаты могут быть одна болезнь будет затягиваться за другую болезнь и так и будет и как правило оно приходит изначально все вот эти вот болезни достаточно сильные болезни в первую очередь посмотрите даже статистику люди которые не излечили себя у них первое что наступает у них 60 лет наступает деменция она наступает не потому что это такая болезнь 60 лет она наступает потому что этот человек не хочет он не может больше ничего помнить он не может быть в этом состоянии он возвращается в состояние детства состояние безмятежности беззаботности и все вот эти вот болезни которые мы не можем не хотим перед переосмыслить одни ведут за собой следующую болезнь деменции и как ни странно на сегодняшний день это настолько молодая болезнь что она уже начинает прогрессировать 40 лет ребят 40 лет 40 лет это когда организм человека начинает расцветать не умирать расцветать представляете насколько мы себя закатали уже что мы даже вот этих моментов не чувствуем не ощущаем не воспринимаем это это больно это действительно трагично и это все зависит от вас нет смертельных болезней смертельная только смерть все остальное только сигнал вашего тела чувствуете сигналы вашего тела научитесь их читать научитесь их прорабатывать не можете сами проработать найдите того человека который поможет вам это сделать это ваша жизнь это ваше тело это это ваш мир научитесь управлять им самостоятельно ревматоидный артрит я бы еще знаете как сказала что это еще и самопожертвование такое знаете самопожертвование всем помочь есть такое это еще очень проявляется он авторитарных женщин очень часто у спортсменов не важно женщина это или мужчина посмотрите как спортсмены себя ведут просто посмотрите за их за их поведение они же все делают через боль они не хотят этого делать они не все конечно же некоторые прям вот с удовольствием но почему у них это профессиональная болезнь считается ревматоидный артрит это профессиональная болезнь как правило авторитарных женщин и спортсменов потому что в основном они делают через не могу через не хочу через нет сил через еще что то у них этого нет они настолько себя возомнили всемогущими что они идут на пролом чем больше они идут на пролом тем тем тяжелее у них эта болезнь проявляется ко мне обращаются люди и говорят вот смотри свет вот мы начали сухие дни и ревматоидный артрит как бы он ушел на задний план конечно он ушел на задний план потому что все воспаления которые есть в нашем организме любое воспаление оно собирается на жидкости без жидкости не может быть воспаление без жидкости ничего не воспаляется на сухом ровном месте ничего не появляется конечно когда мы выходим на сухие дни у нас этот ревматоидный артрит он отступает но стоит нам только выйти в еду и он опять нас начинает прям по новой хватать за горло не потому что в нашем организме появилось много жидкости а потому что мы не сумели на сухих днях проработать свои проблемы проработать свои вопросы проработать свои неразрешенные задачи которые тянутся с нами в течение всей нашей жизни ревматоидный артрит это очень молодая болезнь ей начинают страдать на сегодняшний день ребята уже в 16 лет в 16 лет это дети это спортсмены как правило 16 лет это спортсмены promete потому что у них такие колоссальные нагрузки у них это же сейчас все больше и больше все рекорд за рекордом им же нужно быть не просто спортсменами ему же нужно быть лучшими спортсменами им нужно быть лучшими спортсменами не обязательно что даже выигрывать на соревнованиях кого-то там им нужно быть лучше спортсменами Чтобы девочкам показать папе Что папа, посмотри на меня Это очень много завязано Если мы говорим о спортсменах Это очень много завязано На отношениях между дочерью и папой У дочерей спортсменок И у пап Даже если папа никогда их особо не подгонял Ну так, мимоходом Ну как бы, ну дочь, ты же можешь, ты же молодец Он-то думает, что он подбадривает А у дочери-то другое У дочери иное Дочь хочет быть для папы молодцом А когда это происходит? Давайте копнем дальше Это происходит тогда, когда, например, есть авторитарная мама Есть авторитарная мама Есть папа и есть дочь спортсмен Это гремучая смесь Девочка несчастна Девочка все время доказывает папе Что посмотри, я тоже женщина И на меня тоже можно обратить внимание Я молодец, я хорошая И меня нужно любить Это соревнование между дочерью и мамой Это очень глубоко Если у такой девочки есть ревматоидный артрит То там нужно разбираться очень глубоко Потому что он у нее просто на сухих днях Никуда не уйдет Он у нее будет вылезать все вновь и вновь Это то же самое, что касается женщин Которые вот всю жизнь там они прожили в браке В счастливом браке Как может показаться со стороны Но по факту она все тянет на себе И она даже боится признаться самой себе Что она устала Представляете, как это тяжело Когда ты даже никому там можешь сказать, что там тяжело А ты себе не можешь сказать И ты это все делаешь, знаете, за какие плюшки Когда к вам приходят гости, например Когда к вам приходят родственники Когда к вам приходят близкие люди Говорят, о, какая ты молодец Смотри-ка, ты вот и это успеваешь И это успеваешь, и это успеваешь И только вот за эту вот плюшку Которая никому не нужна Которая пшик в воздухе развеялась И все Этот человек начинает, как белка в колесе Все больше и больше крутиться Все больше и больше выдавать этих Своих чудо-способностей А потом не может раскрепить пальцы Потом ей тяжело ходить Ей тело говорит, остановись Ну как бы мы же не для кого-то Им без разницы на нас Вот они пришли там раз в неделю Раз в месяц, раз в полгода, раз в год И все Вот ты закатала там миллион банок этих огурцов Кто их будет есть? Чтобы просто тебя похвалили, что ты такая молодец Движение это жизнь Но надо же понимать, что какое это движение Движение во благо себе Либо движение, чтобы доказать и показать кому-то, что я молодец А вам нужно кому-то показывать и доказывать? Вы же сами по себе Вы себе не можете ничего показать Ревматоидный артрит Это про это Это про вас Когда вы Всю жизнь куда-то бежали Всю жизнь кому-то доказывали Всю жизнь кому-то Рассказывали Как, что и почему А потом останавливаетесь в каком-то возрасте Дает думать А почему они меня вообще не слышат? А почему меня не воспринимают дочь, внук? Почему папа ко мне относится не так, как я бы хотела А потому что у них другое восприятие вас У них восприятие вас свое Оно никогда не будет такое же, как у вас К самой себе Каждый человек воспринимает другого, иного человека Через призму своего восприятия Через призму своих шаблонов Своих установок Своих социальных рамок и границ Но это его восприятие Это не ваше И поэтому вас он будет видеть Абсолютно другой Нежели вы себя видите Вы никогда ему в голову не вложите то, что вы думаете, что вы такой Вы такой только для самого себя Для другого вы другой И вам должно быть абсолютно без разницы, какой вы для другого Вы никогда не будете для него таким, каким вы воспринимаете себя Чтобы воспринимать максимально комфортно и хорошо Это нужно думать о себе О своем теле, о своем окружении Как вы его воспринимаете Как оно воспринимает вас Воспринимает не как оно чувствует вас, не как оно видит вас Вот кому-то приятно из ваших близких, из ваших родных Приятно с вами находиться И все Этого достаточно для того, чтобы вы дальше двигались Если у вас есть сигнал от внешнего мира, что с вами приятно Не надо докапываться А как ты меня воспринимаешь? А вот здесь ты как считаешь? Вот я лучше или хуже? Да какая вам разница, как он считает, вы лучше или хуже? Вы себя как считаете? Вы лучше или хуже? Вы себя как осознаете? Вам комфортно в том, что происходит вокруг вас? Вам комфортно, что происходит внутри вас? Вам комфортно, как вы выглядите? Вам это если комфортно, то все Если не комфортно, начинайте усовершенствовать себя Все, это ваш путь Совершенствование себя в своем мире Не в чужом Вы в чужом мире себя не сможете слепить Вы никогда не сможете доказать своим детям Своим родителям Своим близким, своим любимым Какой вы есть Они всегда будут вас воспринимать таким Какой вы есть в его мире А вы будете воспринимать такой, какой вы есть в своем мире И его вы будете воспринимать в своем мире Так, как вы воспринимаете Не такой, какой он есть, а так, как вы его воспринимаете на данный момент. Через какое-то время вы его будете воспринимать по-иному, по-другому, и он в вашем мире будет иной-другой. Он не изменился, ваше восприятие к нему изменилось. И если мы будем всегда бегать за чьими-то установками, мы их никогда не догоним. Мы все время будем осликом с морковкой, у которого морковка впереди него. И вот он носится, 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 бежит, 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 все, уже у него пена изо рта идет. А догнать он не может, он не догонит. Это другое восприятие. И ревматоидный артрит – это про ложь к самому себе. Это про ложное доказывание самому себе, какой ты есть. И вас начинает, ваше тело сначала давать сигналы, а потом начинает просто скручивать. Говорит, остановись, посмотри. Конечно же, его можно убрать. Конечно же, от него можно избавиться. От него можно избавиться. Мы же от любой болезни можем уйти. От любой. Я не видела, вернее, я видела много людей, ну, достаточно много, чтобы сказать вам такое, сделать заявление такое, что любую болезнь на любом этапе, ну, если вы уже не совсем при смерти, и вас через две минуты не отключится сердце, хотя тут тоже, я, наверное, сомневаюсь, мы можем себя излечить. Мы можем себя излечить, когда мы поменяем свою голову. Мы можем себя излечить, когда мы поменяем свою психику. Мы можем себя излечить, когда мы поменяем свои устои. Мы можем себя излечить, когда мы поменяем свои привычки. Мы можем себя излечить, когда мы поменяем свое восприятие к самому себе. Мы есть творцы самого себя. я видела не одного человека и в том числе я таким являлась когда от меня отказались врачи я видела нескольких таких человек и в вашем окружении скорее всего тоже есть такой человек который был в принципе уже достаточно безнадежен но что-то пошло не так и он стал на ноги он стал абсолютно счастливым если мы загнали себя в это состояние то мы можем его и вытащить где вход, там и выход вы говорили, что выходит новая розовая кожа без пор как идет трансформация кожи ну, лоб облез и все вот пока так я бы хотела, чтобы она дальше менялась то есть я не скажу, что я окажусь в идеальном состоянии моя кожа я бы хотела, чтобы она дальше менялась ну, я думаю, что солнышко сделает свое дело уже этим летом ребят, если есть вопрос Светлана скажите, пожалуйста, после чистых дней грибок по всему телу стал проявляться в чем может быть причина а что вы подразумеваете под словом грибок да, и не только артрит но и многое другое например, головная боль тоже от желания всем угодить ну, когда у вас знаете выражение а кони бегут то, конечно, нужно, наверное, остановиться и распутать эти узлы которые есть в голове напишите, что такое для вас что вы подразумеваете под словом грибок потому что я подразумеваю под словом грибок это вот как ты просто лес каких только грибов на тебе нет после чистых дней грибок по всему телу ну, как бы я понимаю о чем вы говорите грибок по всему телу это типа, наверное, что-то псориаза да что такое наше тело что такое наша кожа кожа это наша наша оболочка наша плешки как лишай понятно, да это так, сейчас я отвечу на вопрос на этот потом пойду дальше чтобы я не убежал туда вопрос кожа это как наша граница между внутренним нашим миром и внешним нашим миром и когда у нас идет несовпадение одного мира и другого то у нас идет вот этот вот резонанс который выскакивает в первую очередь на кожу кожа это то что мы в первую очередь показываем внешнему миру внешний мир сначала видит нас а мы это что это в первую очередь наша кожа, да то есть он же не видит наши мышцы сухожилия, кровь и все остальное это наша кожа это говорит о том что вы от чего-то скрываетесь от этого внешнего мира и когда идет на сухих днях идет распаковка вас и вот эта вот распаковка она начинается все с каждым разом все больше и больше и если вы себя не будете психологически прорабатывать то вам конечно же будет от этого тяжело но это еще все-таки я наверное повторюсь еще что это не только психология не только психоанализ не только психосоматика не только психика и все эти процессы это нужно еще помогать наверное и физическим путем то есть если мы говорим вот об этих плешках я уже говорила сделайте себе во-первых это каждому будет полезно это действительно такое чудо масла на пол-литра масла оливковое может быть либо любое другое неважно какое вот у кого насколько есть финансы такое купите да хоть блин самое дешевое в монетке но пока если есть возможность купить сыродавленное хорошее масло то это будет здорово на пол-литра масла как только оно начинает закипать не доводить его до пузырей да ну как вы видите что он начинает закипать вот на эти пол-литра высыпаете туда просто ровно пачку лаврового листа ну сколько там 20 грамм там по-моему в пачке 20 грамм если я не ошибаюсь ну посмотрите высыпаете туда вот этот вот лавровый лист и ставите на маленький маленький огонек и оно томится у вас 15 минут после того как оно 15 минут потомится вы выключаете накрываете крышечкой после того как оно остыло это масло готово к употреблению оно волшебное вот и что я вам порекомендую если у вас именно после сухих дней то помимо полыни после полыни попейте заварите себе лавровый лист но только тоже не ядреный а именно легенький легенький лавровый лист хотя бы просто стаканчик выпить он убирает именно все аллергенные реакции аллергические реакции в том числе и как называются грибы заварите себе такой ядреный раствор и полежите в ванной сделайте вылейте его в ванну полежите в ванной чтобы прям кожа впитала вот этот вот лавровый лист он очень хорошо от зуда от всяких вот этих вот шелушений и потом вот этим вот маслицем где вот у вас вылезли вот эти шелушения им помазать вот этим маслом и у вас станет намного легче это я вам точно говорю потому что у меня у сына у старшего была такая проблема и нам уже выписывали гормональные препараты но вот я обошлась вот этим вот маслом ничего не помогало масло с лавровым листом хорошо помогло скажите правда ли что если не чистится то грибы и прочие паразиты изнутри поедает что-то не верится поедает нас поедает или что поедает если не чистится ну во первых под чистками все воспринимают разное кто-то воспринимает клизму а кто-то же я знаю ребят которые они беспробудно чистятся годами год два три и вот они и чистятся и чистятся вот на них смотришь а там уже даже смотреть не на что они так страшно они не выглядят кристально чистыми свежими и бодрыми они выглядят для тех людей которые постоянно чистятся они как правило выглядят очень болезненными поэтому вот то что вы считаете чисткой я не знаю что вы считаете чисткой если это говорить о том что клизма и там я не знаю что-то еще у меня эфир это наверное имеет место быть в каких-то в разумных пределах но если мы говорим что сначала вот я там неделю чищу вот этот орган потом неделю чищу вот этот орган потом неделю чищу вот этот орган вы выматываете организм я не поняла мне что какие-то ресницы что ли вы вы настолько стрессуете свой организм что мне кажется он у вас с ума сходит от постоянных чисток поэтому если в меру то почему бы и нет если вы чувствуете что вам нужно вот этот орган почистить вот прям чувствуете то почему нет то значит это будет во благо это же очищение да у меня кстати тоже такое и это все обо мне благодарю все правильно так и было и то время когда была правильно говорят что если на сухом голдании заходить без чисток то паразиты изнутри поедают не знаю ребят я как бы я не чувствую что у меня что-то я бы не против была если бы они в определенных местах у меня что-нибудь еще бы отъели но как-то такого нет а можно просто этим маслом мазаться вместо кремов нужно попробуйте просто на себе эффект оно классное я кремами особо не могу пользоваться то есть какие бы крема ни были у меня как-то но у меня раньше было такое восприятие сейчас конечно вообще не могу пользоваться потому что что такое сейчас вообще кремами не могу пользоваться потому что у меня бывает что вот прям вот хочется сходили с ребенком в магазин парфюмерный и он говорит я себе там бомбочек наберу в ванну набрал привет дошел набрал себе этих бомбочек я думаю а я себе сейчас возьму маску и какую-нибудь там ночную маску ну и что взяла намазалась думаю какая нежная кожа мало того что намазалась еще у меня эфир было несколько консультаций и думаю что у меня так глаза чешутся прям вообще невозможно потом к зеркалу подхожу у меня мало того что глаза опухли у меня прям под глазами вот такое ощущение было что у меня комары накусали вот прям вот такие вот волдырики красные ну вот приехали вот поэтому и я вот им спасаюсь вот она у меня закончилась я завтра пойду возьму какое-нибудь маслице хорошее и себе еще сделаю то есть я уже бутылочку подготовила все потому что я не знаю как по-другому у меня у меня организм ничего не воспринимает такого поэтому пробуйте как у вас будет потом напишите давайте ребят задавайте вопросы я еще похвастаюсь у нас с ребятами которые в закрытом клубе у нас там начался марафон такой лайт лайт марафон да тоже уходим от зависимости от еды и от воды и у нас там сегодня Настя у нас давала зарядку утреннюю которая у нас будет каждое утро ребята делают ну каждое утро насколько это наверное кому позволит потому что некоторые же работают потом у нас будет косметолог потом у нас будет Римочка даст свою практику потом у нас Сигбита расскажет нам про зубки потому что столько тоже там оказывается у нас есть такие природные средства которым пользуются стоматологи она стоматолог о которых я даже не знала а у меня у детей у одного дырка в зубе тоже чтобы не водить их в этом зубном потому что здесь я не могу найти хорошего зубного если честно вот где я живу а летать в Екатеринбург как бы ну нет таких средств постоянно летать в Екатеринбург зубного врача что? у меня это примерно 80 разделить на 4 80 разделить на 4 смотри у тебя есть и сзади на тетрадке смотри а там нет есть? вон к Ярику подойдем и скажем так у меня после кремов стало еще хуже кожа будто крем сушит еще больше они увлажняют ну да есть такое у нас вообще не увлажняет у нас же все равно вот эти вот крема которые говорят вот это он так впитывается он такой великолепный он впитывается только в верхний слой у нас он даже во второй слой кожи он у нас не впитывается крем у нас клетки ни крема ни масла они не впитывают это миф и поэтому мы его как бы увлажняем только верхнюю часть нашей кожи увлажняем и если вы чувствуете что у вас нет вот этого вот увлажнения что у вас постоянно сухая кожа вы никаким кремом это не избавите это нужно менять ваше питание идет изнутри можно взять в равных пропорциях масло шика кокосовое и какао получается классный крем можно какнуть туда еще любимого эфирного масла может быть не знаю не пробовала я почему говорю что это наверное получается как косметическое масло а с лавровым листом оно получается как лечебное масло вот я поэтому его рекомендую это знаете когда на сухих днях очень сильно сохнут губы бывает что прям с губок отходит прям кожа пластами и вот никакое ни масло шеи не кокосовое масло оно вообще как мертвому припарку вот вообще никак не улучшает а вот этим вот я спасалась я несколько лет пользовалась маслом вместо крема а потом и масло стало не нужно сейчас все прекрасно без каких-либо средств руки еще вынуждены маслом мазать от воды сохнет да масло конечно лучше у меня сестра тоже постоянно масло у нее тоже у нее всяких всяких масел там дома стоит на полочке вот так приятно прийти когда прилетаю в Екатеринбург прихожу у нее там всякие у нее баночек вообще миллион как в магазине вот там приходишь нюхаешь что-то рассматриваешь ну мне кажется это вообще болезнь девочек залезть в чужую косметичку это вообще можно там потерялось но сама уже пользоваться ими не могу у меня даже когда была на свадьбе в сентябре я вам рассказывала наверное да я намазала ну что я там намазала намазала губы помадой и ресницы и все но губы если еще как-то более-менее то ресницы я просто стала у меня вот такие вот глаза они чесались безумно дня два вот так долго что я конечно уже сейчас не ногти конечно уже невозможно красить потому что ты как только ногти чем-нибудь покрываешь все такое ощущение что ты начинаешь задыхаться ты прям чувствуешь что у тебя на ногтях какая-то пластина ты не можешь то есть я летом же пробовала я летом сходила один раз на маникюр думаю ну вроде бы терпимо через две недели еще пошла то есть меня хватило ровно на две недели и четыре дня через две недели я пошла поменяла этот маникюр думаю нормально уже смотрю как здорово на второй день я чувствую что уже не могу на третий день я уже начала ей писать она говорит я в отпуске я как бы не могу я сходила в один салон в другой салон и в результате я вот прям взяла и сидела вот это все все скрывала я не могла сорвала практически все со своими ногтями образно конечно вроде детей мажут кипяченым хлопковым маслом видимо есть польза не знаю я не слышала может быть про это не слышала но смотря для чего мажут тоже видите я конкретно почему я говорю с лавровым листом потому что у меня у старшего сына в свое время было на локоточках вот здесь вот он чесал причем расчесывал до крови и мы ходили к дерматологам мы каким только не ходили мы и в обычную поликлинику ходили и в частную поликлинику уже и кому только не ходили сдавали различные анализы ничего не могли сказать ничего не могли увидеть и в результате нам выписали когда гормональные гормональную мазь я ее сходила как такая порядочная мамаша купила и потом когда начала думаю что такое там бумажка прямо я когда начала читать думаю боже мой а там наверное половина всей бумажки там написано побочные эффекты я когда прочитала эти побочные эффекты у меня волосы просто дыбом стали я думаю ну его нафиг и начала искать народные средства надо было раньше конечно начать и вот я нашла я что нашла я нашла что кипяченое масло оно полезно и я нашла что отдельно уже нашла вот этот ингредиент что такое лавровый лист что он дает и только после этого я их совместила и подумала ну наверное будет так хорошо я их совместила начала мазать и у меня через два дня у ребенка прошел весь зуд и через какое-то время я уже не буду врать я не помню через сколько но у него вот эти вот все коросты прям начесанные такие они у него просто прошли и больше никогда не появлялись может быть это был грибок как многие говорят может быть еще что-то но он вылечился с поверхности то есть я ему внутри питания особо какое я поменяла особо ничего такого не было чтобы я прям поменяла но вот вот это вот масло оно прям нам сильно помогло и его очень надолго хватает и когда у меня родился второй ребенок я никаких масел никаких присыпок никаких бипонтенов я ничего не покупала у меня было это масло оно было и отопрелости и от ожогов и от солнечных ожогов и так даже когда что-то делать то есть оно было у меня на все случаи жизни оно у меня только недавно закончилось нужно будет просто его сделать поэтому да вот так вот ребятки задавайте вопросы если нет вопросов то я тогда буду заканчивать сфер я вас конечно же очень всех благодарю что вы задаете вопросы при этом заканчиваю как хранить это масло как обычное масло но я хранила почему-то в холодильнике у меня стояло оно в баночке сейчас ведь я нашла бутылочку с деревянной крышкой сейчас туда буду я его хранила в холодильнике просто он у меня много лет стоял в холодильнике ребят присоединяйтесь закрытый клуб присоединяйтесь в марафоны в более глубокие будем с вами работ света вчера про полынь что-то обещала рассказать да я вам в закрытом клубе потом расскажу потому что здесь уже ребята слышали как бы неоднократно в закрытом клубе я вам расскажу как выходить так что не переживайте можете там еще напомнить вы там как раз есть вот ребятушки спасибо вам огромное за вопросы спасибо огромное что были вы были со мной сколько нужно сухих дней верю чтобы произошла перестройка организма у каждого свои сроки я не могу сказать что вот нужно вот столько вот вы точно перестроитесь у каждого свой организм у каждого свои сроки поэтому смотрите по себе я единственное могу сказать что когда начинаете сухие дни то сначала начинаете там с 12 часов там с 24 36 часов и потом вы будете понимать что как только вы заходите на 48 часов после 48 часов у вас начинается очистка организма если вы смогли зайти на 48 часов дотерпите хотя бы до 50 и тогда у вас эти 2 часа организм будет просто вычищать все из себя а если можете больше то вообще великолепно поэтому благодарю вас ребята благодарю что были со мной благодарю что задаете вопросы присоединяйтесь присоединяйтесь к закрытому клубу выходите у кого есть возможность присоединяйтесь к марафонам более глубоким я вас всех обожаю спасибо вам огромное